Вечтургенев, Бежен, Лук Детские годы писатель провел в имении матери Спаская Лутовинова, расположенная в Орловской губернии. Впечатления детства нашли отражение в цикле рассказов «Записки охотника». Первая запись о замысле создания рассказа была сделана в августе 1850 года, а в 1851 году рассказ был завершен и в полном объеме опубликован в журнале «Современник». Рассказывая о жизни крепостной деревни, Тургенев знакомит читателя с повествователем – охотником, наблюдательным, умным человеком, который ценит красоту и правду. Гармоничное взаимодействие человека и природы является одной из проблем рассказа «Бежен, Лук». Также можно выделить проблему детской души, детской психологии и мировоззрения. Автор пытался побудить читателей относиться с любовью и нежностью к крестьянским детям. Через образы пятерых ребятишек Тургенев показал, как тонко простые крестьянские мальчишки могут чувствовать природу, бережно обходиться с ее дарами, насколько богат их духовный мир. Проводя много времени с крестьянами и их детьми, Тургенев убедился, насколько это выносливые и старательные люди, с малых лет привыкшие к труду и выполнению своих обязанностей, насколько душевными и глубокими людьми могут оказаться некоторые из них. Эту мысль и старался донести автор до своих читателей. Рассказ учит созидание чувства любви и уважения к природе, способности понимать и оберегать ее. Герои еще совсем дети, но уже рассуждают о таких серьезных предметах, как судьба. Значит, для полноценного развития человеку достаточно ответственного труда и возможности постигать красоту через общение с природой. Начинается рассказ с описания природы. Изображение картин природы в литературном произведении, как средство образного выражения, замысла автора, называется пейзажем. Писатель смотрит на природу не просто взглядом наблюдателя, но знающего человека. В рассказе «Бежен блук» использован подлинно поэтический, даже символический прием – заблудиться, чтобы открыть. Рассказчик-охотник сбился с пути и за речкой, на лугу, набрел на мальчиков у костра в ночном и открыл для себя богатый, полный фантастики и мудрости, мир народных поверий, сказок, примет, неразрывно связанный с миром природы. Речь автора насыщена яркими, запоминающимися эпитетами. Тургенев часто употребляет и такие художественные средства, как сравнение, метафора и другие формы переноса значения слов, чтобы передать всю красоту природы. С особым трогательным чувством нарисована картина пробуждения и оживления природы. Мощным аккордом звучит жизнеутверждающий гимн наступающему дню, как символ победы света над мраком ночи. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok